Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Немножко женаты. 2012 года. Он предложил. Она согласилась. Казалось бы, дело в шляпе. Почти женаты. Но свадьба становится невыполнимой миссией. И вроде бы немножко женаты, но всё как-то не до конца. Безумная свадьба. 2014 года. Главные герои фильма – миссия Верней и его жена. Добропорядочная буржуазная французская супружеская пара. Родители четырёх красавиц-дочерей. Как известно, основная проблема всех подобных семей – выдать дочек замуж, чтобы они засиделись в девках. У семейства Верней такой проблемы нет. Три дочери уже нашли своё счастье. Вот только мужья, по мнению родителей, подкачали. Один китаец, другой араб, третий еврей. Пришло время, и четвёртая дочь сообщает радостную весть. Она тоже выходит замуж. И её жених – чернокожий. Безумно богатые адиаты. Рэйчел Чу – американка китайского происхождения. Она отправляется вместе с байфрендом в Сингапур на свадьбу его лучшего друга, где узнаёт, что её спутник на самом деле родом из безумно богатого семейства, и все местные женщины до смерти хотят за него замуж. Плюс один. Для этого пора свадьб. Закоренелый холостяк Бен и его подруга Элис, которая только что рассталась со своим парнем, привлечены сразу на весь свадьб. Чтобы не искать плюс один, ребята решают притвориться влюблённой парой. Удастся ли ему стоять перед магией секса вокруг и остаться друзьями? Килиманджаро. Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остаётся только одно – найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей. Или не очень дружная, и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители. Свидетель на свадьбе 2005 года Олли – писатель-неудачник, имеющий самую посредственную работу для человека своего круга. Казалось бы, его жизнь уже лишена всякого смысла, но однажды случай меняет всё. Раздаётся неожиданный звонок от друга по колледжу Джеймса с просьбой стать свидетелем на свадьбе. И, конечно же, Олли влюбляется с первого взгляда в красавицу-невесту, в будущую жену своего лучшего друга. Всячески пытаясь сдержать свои чувства к Саре, главный герой постепенно понимает, что его лучший друг – вовсе не тот мужчина, который заслуживает любви к такой прекрасной девушке. А что, если жених и свидетель поменяются местами? Чак Ларри. Пожарная свадьба. 2007 года. Два холостых филадельфийских пожарных вляпываются в историю с самыми лучшими намерениями. Вдовец Ларри хочет лишь одного – защитить свою семью. Его приятель Чак также хочет одного – наслаждаться жизнью холостяка. Чак благодарен Ларри за то, что тот вынес его из огня. А Ларри хочет застраховать свою жизнь так, чтобы страховку получили его дети. Для этого нужно только одно – записать в анкете, например, Чака своей половиной. Об этом вообще никто не должен знать. Так, формальность. И тогда они, гордость своей пожарной команды и верные друзья, решают изобразить из себя гомосексуальную пару, чтобы получить социальные льготы, предназначенные для семейных. Но когда местный придирчивый чиновник начинает выяснение деталей, заговор становится и с конфиденциальным вопросом номер один для города. Попадая на первые страницы газет, вынуждены изображать из себя влюбленную пару, Чак и Ларри должны теперь пробираться через каскад нелепых и смешных ситуаций. Свадебный разгром. Как празднуть свадьбу в Австралии? Да круче, чем Новый год в России. Шикарная церемония, море алкоголя и тройка верных друзей, решившихся оторваться на полную катушку. Большая свадьба 2013 года История о современной семье, пытающейся пережить выходные свадебного торжества, которые могут обернуться полным крахом для них. К удивлению своих детей и друзей, давно разведенные Дон и Элли Гриффин вынуждены притворяться счастливыми ради свадьбы своего приемного сына, после того, как его ультраконсервативная биологическая мать неожиданно решает пролететь через полмира, чтобы принять участие в этом торжестве. Женщина прокат 2011 года Безбашенная Дарси и застенчивая Рэйчел дружат с детства. В университете Рэйчел знакомится с красавцем Дексом и вместе с ним готовится к экзаменам. Однако на вечеринке по поводу удачной сдачи девушка знакомит однокурсника со своей подругой, а Дарси сразу же приглашает Декса на свидание. Проходит 6 лет. Во время вечеринки в честь 30-летия Рэйчел Дарси объявляет о своей грядущей свадьбе с Дексом, но, будучи в сильном подпитии, уезжает домой раньше. Молодой человек отправляется проводить подругу невесты домой, и на следующее утро они просыпаются в одной постели. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!